Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. В то время как Чикаго продолжает наблюдать небывалый приток мигрантов, мэр этого города Брэндон Джонсон заявил, что Чикаго добивается прогресса в оказании помощи тем, кто только недавно прибыл. Джонсон предоставил обновленную информацию о том, как город Ветров обращается с примерно 35 тысячами мигрантов, прибывших с южной границы США за последние полтора года. Разрешения на работу для мигрантов были приоритетом, и с ноября город работал с тысячами приезжих, подающих заявления на получение соответствующего документа. С ноября наши партнеры на уровне штата и федеральном уровне координировали деятельность 17 юридических компаний, помогая почти трем тысячам имеющим на это право людям подать заявку на получение разрешения на работу, заявил Джонсон во время пресс-конференции в понедельник. Затраты налогоплательщиков на уход за мигрантами составляют около полутора миллионов в день. Джонсон сказал, что эти деньги идут на жилье, здравоохранение и питание. Город построил 28 временных приютов и обеспечил более 300 тысяч обедов в неделю, сообщил мэр Чикаго. По словам Джонсона, служба общественного здравоохранения Чикаго также предоставила тысячам мигрантов прививки и медицинские осмотры. В 2023 году налогоплательщики Иллинойса потратили около 500 миллионов долларов на уход за мигрантами. И еще одна интересная новость из Иллинойса. Законодатель этого штата внес законопроект, который запрещает полиции останавливать водителей, превышающих установленную скорость на 25 миль в час и менее, и совершающих другие нарушения правил дорожного движения. Парадокс, казалось бы. Законопроект вносит поправки в транспортный кодекс штата Иллинойс и запрещает всем сотрудникам правоохранительных органов останавливать транспортные средства на всей территории штата за различные правонарушения. К числу таких правонарушений относится, как я уже сказал, превышение установленного ограничения скорости до 25 миль в час. В законопроекте говорится, что офицеры могут останавливать только тех водителей, которые совершают уголовные преступления или существенно превышают скорость. В Иллинойсе превышение установленной скорости на 26 миль в час или более является правонарушением класса B, а превышение установленной скорости на 35 миль в час или более является правонарушением класса A. Законопроект дополнительно запрещает офицерам останавливать транспортные средства, на которых нет номерных знаков или наклеек, или которые эксплуатируются с просроченной регистрационной наклейкой. Водители, не пристегнутые ремнями безопасности, также теперь защищены от остановки в соответствии с предлагаемым законопроектом. Законодатель Джастин Слоттер, кстати, был тем, благодаря кому отменили тюремный залог в Иллинойсе. В результате российской бомбардировки в Харьковской области в среду было повреждено здание больницы. Десятки пациентов были эвакуированы, сообщили местные власти. Владимир Тимошенко, руководитель Харьковского областного отделения национальной полиции, сказал, что Одна бомба попала прямо в больницу примерно в 21.45 в городе Великий Бурлук к северо-востоку от Харькова. Вторая бомба упала поблизости. В своем сообщении в фейсбуке он сказал, что из учреждения были эвакуированы 38 человек. Фотографии, опубликованные Украинской службой чрезвычайных ситуаций в Телеграме, показывают, что практически все окна больницы были разбиты. Разбитые строительные материалы были разбросаны на улице перед зданием. На снимках видно, что в комнатах повреждено оборудование, а на полу валяются обломки. Агентству Reuters не удалось независимо подтвердить эту информацию, однако в последние недели российские атаки на Харьковскую область участились. Министерство обороны России не ответило на просьбу о комментарии агентства. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Телеграме, что российские дроны атаковали объекты инфраструктуры в городе. Информации о жертвах не поступало. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался уйти со своего поста на встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg. Ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ходом обсуждений, агентство сообщило, что Зеленский просил Залужного занять новую неназванную должность, однако генерал отказался. Слухи о напряженных отношениях между Зеленским и украинским главнокомандующим являются предметом обсуждений в СМИ уже на протяжении нескольких месяцев. Этому способствовало в частности интервью, которое Залужный дал журналистам издание The Economist в ноябре. В нем генерал заявил, что война зашла в тупик, в свою очередь Зеленский публично опроверг эту точку зрения. Между тем в телеграм-канале Министерства обороны Украины появилось короткое сообщение. Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем. Нет, это неправда. Но что именно опровергает это сообщение, оборонное ведомство не уточнило. Небоскреб высотой 1907 футов под названием Legends Tower вскоре может оказаться среди группы башен, построенных на променаде The Boardwalk в Оклахома-Сити. В сообщении застройщика отмечается, что группы запросили у города разрешение на увеличение высоты башни, уже запланированной в комплексе. Если запрос будет одобрен, башня высотой 1907 футов станет самым высоким зданием в Соединенных Штатах и пятым по высоте в мире, говорится в сообщении. По словам официальных лиц, Legends Tower будет самой высокой из четырех запланированных башен проекта. Остальные три будут иметь высоту 345 футов, а Legends Tower будет иметь символическую высоту 1907 футов, что символизирует год, когда Оклахома была признана 46 штатом США. В целом комплекс займет 5 миллионов квадратных футов и будет включать в себя отель Hayat на 480 номеров и 100 обслуживаемых кондоминиумов. В Legends Tower также будет 1776 единиц жилья разного уровня комфорта и стоимости, конечно, а также заведения розничной торговли и ресторан. В настоящее время самым высоким зданием в США является One World Trade Center в Нью-Йорке высотой 1776 футов. The Willis Tower в Чикаго высотой 1451 фут является третьим по величине зданием в США, выступая Central Park Tower в Нью-Йорке высотой 1550 футов. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам хорошего вечера и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»